Здравствуйте, старые друзья! К сожалению, вот так случилось, что сегодня поздравить Валеру пришлось не одной. Вот обратите внимание, что больше не одной. То есть они есть, конечно, но, к сожалению, уже такое время подошло, что все мамы в возрасте плохо себя чувствовали, и тем более, если туда не очень-то легко добраться, я сама в какой раз и все опять колесила. Поэтому, вы же простите, но будьте уверены, что они сейчас со мной, они знают, что я здесь, и что я буду поздравлять нашего любимого Валеру, такого же любимого, как вы все, ветераны, все наши друзья, мы вас любим всех, и приходим ко всем, когда у вас праздники, мы приходим вас поздравлять. Валерочка, я даже не могла мыслить, я молила о том, чтобы у меня не поднялось до времени, чтобы добраться, и с великим, конечно, с великой радостью пришла поздравить тебя, потому что у тебя такие песни, вот в них все, понимаете, вот в каждой песне, в одной песне это и патриотизм, это любовь к родине, в другой песне любовь к матери, к женщине, в третьей песне это прославление природы, вот как мы сегодня слышали песню, какую Валера написал для своей супруги, я думаю, что вот я наблюдала за лицами, каждая женщина улыбалась, и ей казалось, что это именно для нее эта песня написана, даже вы сейчас, я говорю, вы улыбаетесь, правда, вы прочувствуете. Валерочка, от всей души, как у мамы, и слава Богу, у Валеры и мамы, и папы жили, как мамы хочу поздравить, я даже сейчас Валере сказала, Валера, пока родители жили, ты сынок, то есть мать, она постоянно думает о сыне, она своими молитвами согревает человека, и трудной минуты, что бы ни было, и, конечно, главный человек в жизни, любого из нас, это мамы. И Валера ведь написал прекрасную песню, и вы все ее слышали, и не один раз, и мы его всегда просим, и когда Валера видит, что мы присутствуем, он обязательно сейчас первый начинает петь эту песню. Валерочка, просто от всей души, поздравляю тебя, мой хороший, я думаю, он своет, как и сейчас, да, Валерочка, ну, я тебе от нашей организации благодарю, что мне такое письмо, я уже не буду читать, но тут все, все уважение к тебе, все слова такие трепетные, я уверена, что они тебе понравятся, потому что это все написано от души, от нашей организации, подписал это письмо, ну, естественно, я, как самый главный человек, вы простите за нескромность, но мама это главное, и наш посидатель Александр Николаевич, разум. И всем ребятам я всегда даю книгу, которую мы издали, «Назад в орган», 20 лет спустя, я надеюсь, это будет 3 лет, вот, я же знаю, поэтому вот я считаю, что подарок очень хороший, очень большой удовольствием, вот, а самое главное, это мои самые светлые, самые добрые пожелания, любви, уважения и принятия вот тебя, как следует, вообще всех ребят, которые тут сидят, я тоже вас всех люблю, поверьте, я, вы знаете, что я каждому такие слова говорю, и говорю, от чистого сердца, от души, в самом деле, мы вас считаем, свои сыновьями, ну, а лет уже, так вот покомнишь, в расти 60, скажешь, парень-то молодой, совсем, правда? А если, по-моему, после спринта, как вообще? А самое главное, вы очень красивые, вы очень добрые, и вы наши опоры и надежды, я знаю, что, если вы к нам придете в трудную минуту, то вы обязательно нам поможете, и вот этим мы живем, и всем у мира, и покоя, и счастья, и чтобы, самое большое наше пожелание, чтобы навсегда закончились войны, и чтобы зло, и ненависть, и зависть, и человеческая душа ушла. Мира, счастья и здоровья.